Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова после выходных мы с вами в прямом эфире анализируем то, что случилось интересного на минувшей торговой сессии. Ну, разумеется, под минувшей торговой сессией мы подразумеваем торги пятницы. Смотрим на основные события, которые грядут, которые могут повлиять на основные инструменты, за которыми мы следим. На этой неделе есть, пожалуй, два отчета, на которые я хочу изначально обратить ваше внимание, потому что они непременно станут мощными катализаторами для движения инструментов. Причем, один из них протоколы заседания американского регулятора повлияют, безусловно, на курс доллара, а движение американца уже будет сказываться на поведении прочих финансовых инструментов. То есть, основной катализатор и основной, может быть, фундамент как раз будет связан с выходом этих протоколов, потому что они должны пролить свет на мнение и позицию представителя американского регулятора относительно дальнейшего повышения процентных ставок. Уверен то, что протоколы будут способствовать только одному росту долларов, поскольку мы и без них внимательно следим за мнениями отдельно взятых представителей американского регулятора, прежде всего голосующих членов. Мы следим за их позицией, как меняется их риторика, и большинство из них, а можно даже сказать единогласные, они в позиции того, что ставки нужно повышать. Собственно, прошлую неделю мы с вами в понедельник начинали с довольно важного выступления Лоретты Мейстер, которая является лидером мнения, опять же, возможно, ее позиция такая же железобетонная, определяющая для вот этого складывающегося представления о том, что будет с политикой дальше, как и со стороны вот Джерома Паула, который возглавляет американские регуляторы. Тогда Лоретта Мейстер подтвердила планы ФРС о том, что ставки будут повышаться и, скорее всего, следующий шаг, ну, я думаю, что даже не скорее всего, а уже фактически решенные действия, которые мы будем наблюдать в июне, 13 июня на заседании, это повышение ставок. За этом, скорее всего, последует еще два подобных шага. Собственно, помимо протоколов, друзья, очень много будет на этой неделе выступлений представителей американского регулятора. Сегодня до конца дня послушаем за мнением Бостика, Харкера, Кашкари. Для общего сведения я не уверен то, что и не думаю, что эти представители Федерезерва смогут колыхнуть динамику доллара. Но с другой стороны, я думаю, что торгуя сейчас и спекулируя курсом американской валюты, у нас уже давно сложилось четкое представление о том, что с ним делать. И динамика долларов в последние недели, то есть роста против основных оппонентов, рост против защитных конкурентов по причине спокойного геополитического фона, позволили паре доллара и японской иена добраться уже до нового сопротивления 111. И опять же, я с большой верностью заявляю, друзья, то, что ралли доллара только начинается. Американская валюта заберется выше. И хотелось бы, конечно же, чтобы вы уже находились в длинных позициях, чтобы не только сейчас принимали решение об открытии покупок по паре доллар-иена, либо покупок доллара против других оппонентов американца. Потому что старался аргументировать довольно детально, взвешенно, объективно общий фундамент, который складывается, и старался дать вам весьма недвусмысленные намеки на то, что американца нужно покупать. Возможно, на кого-то мои аргументы повлияли, то есть оказались убедителями для того, чтобы рассмотреть доллар именно с точки зрения покупок. И сейчас вы находитесь в хорошем профите. Но ралли, как я уже отметил, оно не исчерпало потенциал, который изначально был в связи с таким фундаментом. Рост доллара может продолжиться. Если взять сам бы амбициозные, вызывающие цели отряда инвестбанков по доллару японской иене, там вообще цели уже в районе 115. И действительно, мы идем прям прямиком именно к этому мощному сопротивлению. Можно сказать, даже это следующая такая юбилейная психологическая планка. Но пока что нет причин отказываться от длинных позиций. И, как я уже отметил, протокол этой недели, комментарии представителей американского регулятора могут лишь только усилить вот это позиционирование. Поэтому будем готовы к еще большему росту. Второй отчет, на который нужно обратить внимание, это данные по инфляции, собственно, в Англии. Мы за британцем следим, уже несмотря на то, что этот актив явный усадер всего рынка Форекс, чудовищные потери. Я думаю, что эти потери, при всем уважении к тому фундаменту, который был, несовместимы с этим новостным окружением. Фунт, собственно, пролили почти на тысячу пунктов. И мы сейчас видим то, что британец продолжает терять ценовые позиции за укрепление американского доллара. С одной стороны, логична такая динамика, но с другой стороны, британская валюта – это тот валютный инструмент, который имеет в арсенале куда более крутое такое национальное фундаментальное основание, которое могло бы затмить влияние доллара. И это основание связано с перспективами собственной монетарной политики и перспективами повышения процентной ставки. Эта неделя решающая. Почему? Потому что у нас пазл вот этого представления о том, что будет в августе, уже практически сложился. У нас есть последние данные по зарплатам, которые просели по сравнению с показателями двухмесячной давности. У нас снова есть четкое понимание, почему британская валюта может вырасти в том случае, если на рынок вернутся разговоры о том, что ставки нужно повышать. Но для того, чтобы этот пазл окончательно сложился, нам нужно дождаться данной по индексу потребительских цен. Это отчет, который будет опубликован в эту среду, друзья. И, соответственно, в случае роста инфляции мы вспомним еще раз про вот этот контраст, несовместимый того, что происходит на рынке труда с динамикой заработных плат. Мы сопоставим его с показателями инфляции. И я надеюсь, не только мы, но и представители американского, точнее британского регулятора придут, собственно, к пониманию того, что ставки нужно повышать. Поэтому момент X должен наступить прямо на этой неделе. Собственно, последний шанс для реабилитации британцу я предлагаю дать. Соответственно, если и по итогам текущей пятидневки мы поймем, что не влияет, опять же, на британца перспективу повышения процентной ставки и фунт, так же, как и прочие рисковые инструменты, валится под гнетом, скажем, американской валюты, тогда уже примем решение о том, чтобы воздержаться от дальнейшего трейдинга фунтом и ждать все более подходящих уровней для, возможно, потенциально будущих интересных покупок. Ну, немного, скажем, сводной частью давайте закончим. Я думаю, что нужно теперь обратить внимание на те традиционные активы, которыми мы спекулируем, хотя новостной фонд там не особо изменился. Нефтянка у нас завершила день с заключительной сессией в прошлой неделе пятницу с понижением 78.61. Сейчас мы снова начинаем приближаться к сопротивлению 80 долларов за баррель. Если разобраться с тем, что трейдеры отыгрывают, опять же, это тот самый сбитый фундамент, о котором мы говорим на протяжении уже целого месяца, это геополитические риски на Ближнем Востоке, это решение Трампа о выходе из атомной сделки, и это не совсем объективные риски того, что это решение может повлиять на глобальное предложение. Поскольку мы уже давно пришли с вами к выводу о том, что ситуацию, скажем, похожую на то, что мы видели до 2012 года, можно было повторить, и она бы повторилась, если бы к решению Трампа о выходе из ядерного соглашения примкнули и другие участники вот этого всеобъемлющего плана, то есть и Франция, и Германия, и Китай, и Россия. Собственно, эти регионы, как вы помните, не поддержали намерения Соединенных Штатов Америки, не разделили позицию Вашингтона и обозначили позицию того, что этот пакт должен действовать дальше. Собственно, об этом же говорил и президент Ирана. Поэтому я усомнился в том, что решение лишь США может каким-то образом повлиять на глобальное предложение. И попробовал аргументировать, собственно, эту позицию. Но в то же время, несмотря на все вот эти факторы, которые были перечислены, важно что отметить? То, что расти на одном и том же фундаменте, который в принципе не меняется, наверное, довольно странно. Сейчас, кстати, по бренду у нас уже итоги, подводя прошлой неделе, шестая неделя подряд роста. Это самый длинный цикл восстановления аж с 2011 года. Друзья, это еще раз доказывает то, что рынок нефти – это самый настоящий пузырь. Сейчас плюс ко всему мы возвращаемся к тем причинам, которые можно использовать для продаж. Это и объемы нефтедобычи в США, это и совершенно нездоровые сейчас условия, которые сложились на рынке черного золота. В плане того, стоит ли продлевать сделку по снижению объема добычи, конечно же, при таких ценах это было бы просто нонсенсом. Потому что зачем ее продлевать сейчас, когда цены на нефть находятся на отметке 80 долларов за баррель. И если мы, допустим, хотя мы это делали уже довольно давно, если мы увидим фактически то, что позиция представителей ОПЕК начинает, скажем, вторить тому, что мы с вами допускали, что все цели, которые изначально закладывались для этого энергетического пакта – это стабилизировать рынок нефти, это стимулировать рост стоимости нефтяных активов и решить проблему с избыточным предложением. Но все эти проблемы уже не решены. Поэтому сегодня я предлагаю вам обратить внимание на заседание Ближневосточного картеля. Это не то заседание, которое, по идее, может стать судьбоносным для всенитянки. Это больше встречи такого технического комитета, где будут обсуждаться достижения. Но, конечно же, стоит все-таки рассчитывать на то, что на этой встрече могут прозвучать отдельные формировки, отдельные мнения о том, что, возможно, уже нет необходимости в таком ключе и, скажем, с таким процентным выполнением соглашения соответствовать тем обязательствам, которые были взяты на себя участниками энергетического пакта еще в конце 2016 года. И я считаю, друзья, то, что как раз допущение такого фундамента и в том случае, если он действительно появится на рынке, если мы получим намеки того, что ОПЕК уже сомневается в том, что сделку нужно продлевать за пределы 2018 года, это и станет этим долгожданным моментом, поводом для разворота, который может отправить цены на нефть гораздо ниже текущих значений. По поводу других причин хочется мне сделать еще акцент на психологические моменты, то, что и позиции остаются на исторических максимумах. Это изначально говорит о том, что рынок нефти чувствительен к любому новостному фону. Но в идеале бы уже наблюдать как раз эту коллекционную динамику, потому что мы делали эти допущения уже довольно давно и продолжаем делать их в течение длительного периода времени. Но рынок все равно настойчиво карабкается вверх и, в принципе, отыгрывает тот фундамент, который уже избит, друзья. Я предлагаю сделку в расчете на то, что сегодня решение, не то чтобы решение, а обсуждение ОПЕК, именно прогресса, который был достигнут благодаря их усилиям, может все-таки натолкнуть некоторых представителей на то, чтобы уже не так соблюдать обязательства по снижению объема добычи в будущем, то есть даже до конца 2018 года. И это, по идее, может развернуть все цены. Сделка селл-стоп с отметки 78.20. Если, друзья, коррекция пойдет, я думаю, что она будет значительной. Рубль 62.27. Ждем по-прежнему 64.65. И при, собственно, возобновлении нисходящей динамики рынка нефти, контракта Brent, эта девальвация не заставит себя долго ждать. Доллар, японская иена, причин для роста американца очень много. Я их перечислил, собственно, в начале этого брифинга. Это и сильная статистика, это и жесткая риторика представителей ФРС, это ожидание повышения многократных ставок до конца 2018 года. Мы ориентируемся на три подобных действия по нормализации денежно-кредитной политики. У нас и доходности американских трежерис, которые уже удержались, скажем, выше 3% в десятилетке, это важно. Соответственно, по мере дополнительной фундаментальной поддержки рост доходности облигаций будет продолжен, чем продолжит пользоваться и, собственно, американская валюта. Индекс доллара на текущий момент находится на максимуме за последние 6 месяцев. Это уверен, друзья, только начало. Доллар будет лишь восстанавливать свои ценовые позиции, потому что по мере выхода дальше сильных отчетов по статистике будут расти инфляционные ожидания и в соответствии с этим будут увеличиваться и ожидания ужесточения политики. Поэтому доллар и японскую иену мы покупаем, ориентируемся на поддержку протоколов, которые должны быть исключительно жесткими. И в пятницу под занавес и закрытие всей недели нас ждет еще и выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который, скорее всего же, с отсылкой на те отчеты, которые мы анализировали на прошлой неделе, будем разбирать на этой неделе, тоже подтвердит важность сохранения цикла роста процентных ставок как гарант и возможность превратить перегрев экономики. Поэтому доллар и иена, длинные позиции мы сохраняем. Евро против американцев на контрасте, европейская валюта снижается. Сейчас, кстати, котировки 1.1749, друзья, немножко остается до нашей цели с вами. 1.17, как только мы этого уровня достигнем, я думаю, что можно будет немного выдохнуть и отдохнуть, не залазить даже в долгосрочной спекуляции. Последим за тем, как будут обстоять дела дальше. Те, кто хочет рискнуть по максимуму и выжить из этого уже очевидного нового нисходящего тренда, можете держать эту пару и короткие позиции с целью уже 1.15. Причин для распродаж европейской валюты, их на самом деле две главные. Во-первых, это слабая статистика по еврозоне, и важнее тут отметить слабые данные по индексу потребительских цен, указывающие на то, что политика в рамках ЕЦБ будет оставаться мягкой. И у нас вторая причина слабости евро – это сильный доллар, который не то чтобы собственноручно оказывать давление на евро. Безусловно, он влияет на курс европейской валюты опосредованно через расхождение доходности облигаций и через контраст политик ФРС и Европейского Центрального Банка. Сохраняем собственно селл для тех, кто еще не торгует, либо не прочее открыть еще, скажем, ордер вниз по мере, к примеру, небольшого отката и небольшого восходящего движения. Селл лимит отметки 1.1810, но, друзья, цель остается все-таки прежней, это 1.17, и я думаю, что мы, возможно, уже даже не то чтобы на этой неделе, а в ближайшую пару дней ее достигнем. Фунт против доллара особо останавливаться на британца я не хочу, слишком много чести для него. Много мы говорили, пытались прийти к хорошему, скажем, фундаментальному решению, пытались переграть сам рынок, строя свою, скажем, оппозицию того, что не может произойти. Но в итоге фунт, мне кажется, смог обвести вокруг пальца буквально всех, потому что фунт не просто ослаб, он показал чудовищное ослабление, которое вот мы видели, ну, примерно в похожих процентных потерях, разве что после Брекзита и оглашения решения о том, что Англия выходит из состава Европейского Союза. Довольно странно было наблюдать эту динамику, довольно странно, что фунт до сих пор не восстановился. А вот почему, друзья, я все же предлагаю дать фунту последний шанс. Если на этой неделе мы будем наблюдать развитие исключительно нисходящей динамики, то там уже можно будет уповать на какие-то внутренние планы самого Банка Англии, который по каким-то причинам хочет видеть сейчас курс валюты гораздо ниже, не допуская и не заботясь о предотвращении, скажем, рисков еще большего роста инфляции на фоне скромного прироста заработных плат. В общем, ждем среду данные по инфляции. Если статистика по индексу потребительских цен окажется выше прогнозов и ожиданий, тогда в игру должен вступить Банк Англии, если он сохраняет еще какую-то власть над британцем и, соответственно, должен отправить британца выше текущих значений. Если нет, то тогда поставим на холд, собственно, наши продажи, точнее наши покупки и будем искать более подходящие уровни для этого. По новозеландцу хочется отметить, друзья, что буквально на азиатской сессии понедельника мы анализировали данные по рыночным продажам, которые снова не дотянули ни до прогноза, даже до прошлого значения, потому что в прошлом квартале у нас был прирост 1,4%, а сейчас в сегодняшний 0,1%. Существенное расхождение, слабые данные по рыночным продажам – это залог и гарант того, что политика в рамках Резервного банка Новой Зеландии меняться не будет, друзья. Поэтому я предлагаю все-таки короткие позиции прямо по текущим значениям, потому что даже с точки зрения техники мы находимся на тех уровнях, которые создают хорошие условия для вот этой коррекционной динамики. Поэтому и новозеландцы, и австралийцы, как и раньше, продаем. Если будут хорошие вводные по, скажем, техническим индикаторам, то есть уровни, с которых можно увеличить эти короткие позиции, я первым делом вам о них, условно, расскажу. По золоту мы держимся ниже 1300 долларов за тройскую унцию. Соответственно, цели, которых можно руководствовать сейчас, я думаю, на фоне укрепления курса доллара уже в районе 1250, друзья. Не нужно недооценивать потенциал, собственно, слабости золота. В последние недели мы видим то, что трейдеры охладели к желанию покупать золото на фоне геополитических рисков, да потому что этих рисков сейчас уже практически нет. Все, что сейчас обсуждается, это уже тоже избитая тема, и пока там особого негатива нет. Но особый акцент я сейчас делаю на продолжающиеся переговоры торгового характера между США, собственно, и Китаем. Но если будут какие-то новые вводные, я о них вам, безусловно, расскажу. Пока фонд спокойный, значит, мы делаем ставку на доллар, ни на защитные инструменты, ни на франк, ни на, собственно, японскую валюту. И если мы обозначили такие цели по покупке американца, вы должны понимать, почему золото, да и вообще весь рынок драгоценных металлов будет испытывать давление. Из важных событий сегодня я предлагаю сфокусироваться на заседании ОПЕК. Поскольку у «Нефтянка» сегодня, если и покажет движение, то оно будет действительно стоящим. Это решение, по идее, можно рассматривать изначально как значимое, но не то чтобы судьбоносное, а значимое для определения, скажем, дальнейшей позиции того, как торговать. Опять же, не думаю, что какие-то решения будут действительно очень влиятельными для этого рынка, поскольку все-таки текущая встреча – это не обсуждение того, стоит ли продлевать сделку дальше или нет, но отдельные комментарии по этому вопросу могут всплыть, друзья. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны. Сегодня, если нефть является инструментом, который вы спекулируетесь, и особенно, если вы продаете, сегодня хочу отметить, может неделя начаться хорошо, и мне действительно может неплохо ослабнуть. Что касается роста этого актива, но на чем уже можно расти, на чем еще можно расти? Ведь все, что раньше использовалось в качестве топлива, это фундамент, который уже привел к ускорению этого инструмента больше, чем на 10%. Но пора бы уже и разворачиваться, поэтому будем надеяться, что сегодняшний новостной фонд поспособствует именно сделкам, направленным овсел. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание, хорошей вам торговой недели. Если будут вопросы, если вас интересует перспектива какого-то актива, который я не рассмотрел, вы можете дать мне знать об этом через комментарий на YouTube. Соответственно, с большим удовольствием поделюсь мнением и по поводу других активов, которые представляют для вас интерес. Ну, на этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok